Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем тестировать вот такую конфетную сладенькую палетку теней с Алиэкспресс. Палетка приходит в милейшей цветочной коробочке, стоит она около 5 долларов и за эти деньги вы получаете 10 оттенков зеркала и кисточку. Первое впечатление такое чувство, что вы держите в руках детскую косметику а-ля моя маленькая фея. Но меня привлекли вот этих вот 3 оттенка, которые таким манят. Китайцы видимо не сильно заморачивались с названиями и каждый оттенок у нас соответствует номеру 1, 2, 3, 4, 5 и так до 10. Консистенция у этих теней кремовая, они на ощупь как будто слегка суховатая губная помада. Под подушечками пальцев они скользят и тают. Оттенки все шиммерные, причем некоторые прям с откровенными крупными блестками. Так как у нас здесь вкусненькие такие кукольные оттенки, я предлагаю сделать макияж немножко в таком корейском няшном стиле. Посмотрим, что из этого получится. Итак, я не захотела смывать твои стрелки, потому что еще раз напомню, что здесь у нас все шиммерные оттенки и мне никак не удастся выделить линию ресниц и затемнить их хоть как-нибудь. Поэтому сразу же предлагаю перейти к художеству. А давайте-ка попробуем первый раз нанести продукт их родным спонжем. Так как это кремовые продукты, я вообще не наношу базу. В описании написано, что это водостойкие тени. Итак, первый оттенок, который нанесу, вот такой вот абрикосово-персиковый. Честно, на спонж наносится не очень хорошо, но на глаз переносится очень даже плотненько. Такое чувство, что спонж взял кусочек и пробует его растереть. И опять кусочек попался. Цвет очень даже красивый получается. А что если нанести этот оттенок пальчиком? На ощупь они такие немножко пластилиновые. Посмотрите на эту текстуру. Получается более плотное покрытие. Вот здесь, например, более красивая растушевка. И цвет отдает серебро. Пожалуй, вернусь к спонжу. Очень странная текстура. Она подвижная, она вминается пальцем, изменяет свою форму под давлением. Итак, следующий оттенок я возьму вот такой вот красивый, насыщенный коралловый. Опять же беру спонж и наношу на серединку. Вообще, я хочу, чтобы у меня на глазах появился такой вот розовый теплый закат. Я возьму вот такой вот винный бордовый оттенок. Наносим сразу же после кораллового. Ох, какой красивый. Такая искрящаяся вишенка получается. Честно, вообще не ожидаю ничего хорошего от вот этой палетки. Мне кажется, я даже тупанула. Я думала, это матовые тени. Но, боже мой, может даже так будет интереснее. За счет кремовой текстуры аккуратно наносятся точно там, где я поставила спонж. При этом ничего под глаза не осыпается. Единственное, проверим, будет ли цвет забиваться в складку. Вернусь к винному оттенку. Наберу его совсем немножко. И нанесу на нижнее веко. Конечно, цвета не очень носибельные. И действительно, в таком виде за хлебом не пойдешь. Но для тех, кто любит немножко поэкспериментировать в макияже, очень даже забавная палетка. Мне почему-то хочется назвать ее прям какой-то клубничной, что ли. Давайте-ка возьмем все-таки вот этот коричневый оттенок. И нанесем его прям над стрелкой. Чуть-чуть совсем. Прям над кончиком стрелочки. Всегда немножечко подтушевываю пальчиком границы. Теперь возьму вот этот вот светлый кремовый оттенок. Наберу совсем немножечко. И, конечно же, смещу его. Ух, смотрите, какой кусок у меня здесь перенесся. Ну-ка ты растушуешься или так и останешься кусочком. Он создает такой эффект фольги. Посмотрите. Прям северное сияние. Я слегка освежила ресницы тушью и накрасила, кстати, нижние. Теперь я хочу все-таки вернуться к вот этому вот коралловому оттенку. Набрать его пальчиком и нанести себе на щечки. Прям как кремовые румяна. Прям так немножечко. Ух. И я переборщила. И опять же тот же оттенок я возьму и нанесу на губы. Почему бы и нет? Слушайте, это кремовый продукт. Самая универсальная вещь на свете. На фоне Локи стырил мой спонж и с ним играется. Так что, пожалуйста, не обращайте внимания. Это единственный способ его занять и отвлечь от того, чтобы грызть мой микрофон внизу. Давайте на центр губ добавим вот такой вот сияющий оттеночек. Посмотрим, что с этого получится. Локи. Гляньте. Здесь золотые блесточки. Какая красота. Посмотрите на мои пальцы на секундочку. Итак, у меня остается чистым только один мизинчик. Я хочу взять вот этот вот белый снежный оттенок. И как вы думаете, как я его буду использовать? Конечно же, конечно же в виде хайлайтера. Да, вот этого вот мне не хватало. Оно, оно. Оно, посмотрите, какое сияние. Мой первый кремовый хайлайтер. Мне, кстати, в этой палетке больше всего впечатлился все-таки хайлайтер. Ну, посмотрите на это. И цвет, который у меня на губах. Очень универсальный. Такой слегка коралловый теплый, но в то же время не слишком желтый. И да, посмотрите, каждый оттенок на месте. Ничего не скаталось в складку. Для меня лично это редкость. Ну что, с макияжем мы закончили. Он получился каким-то лимонадно-клубнично-вишневым, если это можно так назвать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ссылочку на палетку я оставлю вам внизу. Вдруг вам тоже захочется как-то поиграться. Все-таки у нас весна и лето на носу. Спасибо вам огромное за внимание. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok